Я днём училась, я в своё свободное время, я полностью находилась на работе. Работала я техничкой в фитнес-клубе. Я до карантина жила, где я работала техничкой. Я постоянно там проживала, то есть служебное помещение, так как я выпустилась, мне некуда было идти, мне пришлось находить работу с проживанием. Я потеряла, во-первых, работу, и во-вторых, я потеряла жильё, мне просто некуда было идти, потому что я там работала, там и жила. Мне просто выставили за дверь и всё, они ничего не знают, начался карантин, все закрылись и всё. Я не знала, чтобы через 3-4 дня, может, реально, я вообще на улице 4-ти дня ночевала бы. Но мне, слава богу, пришлось переночевать 9 сутки на улице. Многие, может, комплексовали бы из-за того, что, ой, я сплю на полу, почему она меня постелила на пол. Ой, я очень благодарна, я очень рада, что я могу спать вот здесь хотя бы на полу. Самое главное — молоко взрослые могут выжать. Главное — дети, да, чтобы не голодные были. Взрослые уже сами можем, да, не есть, не пить там. Кризис, он обнажил все проблемы, и сейчас их ситуация стала намного хуже. Если мы не предпримем меры, будет преступность, будут отчаянные шаги, будет увеличиваться количество суицидов среди подростков и молодых людей. Поэтому нам нужно принимать какие-то антикризисные меры. Здесь на фотографии я улыбаюсь, и я знаю, точно уверена по ходу, что на этой картинке я была счастлива. Потому что я ни о чем не заботилась, была маленькая. Я уверена, и в будущем все будет хорошо. И я еще буду тоже счастлива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова